Функциональные интерфейсы можно инстанцировать тремя способами. Во-первых, можно честно завести именованный или анонимный класс, реализующий интерфейс. Но это громоздка, и если данный класс не будет переиспользоваться, то совершенно излишне. К тому же тут нет ничего интересного или нового, на чем хотелось бы останавливаться подробнее. Во-вторых, можно использовать лямбдовыражение. Компилятор знает ожидаемый интерфейс, и поэтому не требует от вас повторять имя этого интерфейса, а также имя метода, типы параметров и типы возвращаемого значения справа от знака равенства. Вы просто объявляете имена параметров и тело метода, непосредственно исполняемый код. Если тело метода состоит из единственного выражения, и это не ретерн, то фигурные скобки вокруг тела метода можно опустить. А если это был ретерн, то вместе со скобками убираем и ключевое слово ретерн тоже. Интересный вопрос. К каким переменным и как можно обращаться в теле лямбдовыражения? Очевидно, что можно обращаться к параметрам лямбды, а также свободно объявлять и использовать внутри тела лямбдовыражения любые переменные. Менее очевидно то, что можно обращаться к полям того класса, внутри которого объявлена лямбда. Причем их можно как читать, так и писать. И, наконец, можно обращаться к переменным, объявленным внутри того метода, где создана лямбда. Но здесь есть ограничения. Переменные должны быть эффективно финальными. То есть значение им должно быть присвоено ровно один раз до создания лямбды, после чего меняться оно уже не может. Это то же самое, как если бы мы написали здесь ключевое слово final. И его можно написать, но компилятор этого не требует. Отсюда, в частности, следует, что из лямбды нельзя присваивать новые значения переменным содержащего ее метода. Для обхода этого ограничения иногда используют трюк с массивом единичной длины. Ссылка на массив является эффективно финальной. Однако на содержимое массива это ограничение не распространяется, и его можно обновлять. И в-третьих, функциональный интерфейс можно инстанцировать при помощи ссылки на метод. Это самый простой на вид способ, но у него есть несколько нюансов. Мы можем ссылаться на статический метод, указывая имя класса, два двоеточия, имя статического метода. Или мы можем ссылаться на нестатический метод, указывая конкретный объект, два двоеточия, имя нестатического метода. Еще один способ сослаться на нестатический метод, это указать имя класса, два двоеточия, имя нестатического метода. Но тогда первый передаваемый в месте вызова функционального интерфейса параметр будет тем самым объектом, на котором данный нестатический метод будет вызван. Еще можно ссылаться на конструктор, тогда пишут имя класса, два двоеточия и ключевое слово new. Субтитры создавал DimaTorzok